Два небольших павильона на окраине Волгаря – стационарные посты наблюдения за атмосферным воздухом Приволжского гидромедцентра. Один работает в ручном режиме, он сейчас законсервирован, второй автоматический, анализирует воздух каждые две минуты по 18 показателям. Данные поступают на метеостанцию. Последние несколько месяцев воздух в Волгаре в норме. У нас, насколько я знаю, что предприятия в основном не останавливались. И небольшие изменения концентрации в период пандемии мы наблюдали лишь только в самом ее начале. Когда была остановка предприятия, когда жители были на самоизоляции, транспорта было меньше. Еще год назад с воздухом в Волгаре были проблемы. Жители жаловались губернатору, что иногда в поселке нечем дышать. Дмитрий Азаров проблему решил. За 20 миллионов рублей в конце декабря установили современный автоматический стационарный пост наблюдения за атмосферным воздухом. Система контроля дисциплинировала промышленные предприятия. Теперь они вынуждены соблюдать санитарные нормы. А жители Волгаря вдохнули полной грудью. Мы просыпались от этого запаха, от того, что стоит во рту и весь организм был пропитан. Ну, варь приходилось закрывать все. А сейчас уже легче, мне кажется. Прямо вот этим летом, весной, ничего пока не чувствовали. Иногда бывают неприятные запахи. Но, в общем-то, и целом устраивает. Автоматическая станция оборудована компьютерами, системой отбора воздуха, газоанализаторами. Первичное тестирование происходит на месте. Более детальное уже на основной метеостанции в Самаре, на Новосадовой. Все это происходит в режиме реального времени за считанные минуты. В итоге все данные по составу воздуха поступают в архив Единого государственного фонда данных. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. Субтитры создавал DimaTorzok